Информационный партнер выпуска с сайта AppCompass, ссылка в описании. Всем привет, с вами Полтема, это 64-й эпизод обзора игры приложений для фон Эпо Тачи и ЭПС. Сегодня у нас с вами вот такие вот игры и программы, и кстати, ребят, скоро 65-й эпизод, так что вы знаете, что делать. Теперь перейдем к играм. Итак, ребят, первая игра называется Dectrice, перейдем в игру, и это просто игра типа Flappy Bird. Я не знаю почему типа, она вообще не похожа на Flappy Bird, но в итоге смысл почти такой. То есть нам нужно пройти как можно дальше, избегая эти самые шипы и проходя в проход между этими шипами. Играть довольно-таки легко, нужно просто к этому привыкнуть, и, собственно говоря, управление в игре также простое. Тапнем справа, пойдем вправо, слева влево, тапнем с двух сторон и идем в разные стороны. Игра называется Dectrice. Далее программа, которую в первую очередь оценят студенты, которые учатся на архитекторов, так же строители, люди, которые хотят делать ремонт и так далее. Это программа Snipe Plus, здесь собраны все нормативные акты, все технические составляющие, все законы и прочее. Видим, что огромное количество папок, и в этих папках файлы двух форматов, PDF и RTF. Собственно говоря, эти файлы можем скачать, однако нужна подписка, но я думаю, люди, которым это все правда нужно, они эту подписку купят. Программа называется Snipe Plus. Далее игра Paper and Light, игра новая и весьма интересная. Мы играем за коробку и вот этого вот маленького сверчка или что-то такое, которое нам светит и показывает дорогу. Собственно говоря, мы должны найти выход с уровня, пройти лабиринт и добраться до конечной точки, где мы сможем выйти с этого уровня. То есть игра простая, именно этим она и увлекательная, она еще и бесплатная. Придется решать головоломки, так что еще и думать придется в этой игре. В общем, игра бесплатная в App Store называется Paper and Light. Кстати, да, ребят, совсем забыл, еще и сверчок вас не кинет, если по нему тапнуть, то он будет показывать вам дорогу, куда вам идти. Далее фоторедактор под названием Lightly, давайте перейдем в него. И, собственно говоря, здесь мы можем добавить какую-либо фотографию из нашей фотопленки и, собственно говоря, после чего перейти к редактированию данной фотографии. Здесь, в этом окне, можем выбрать фильтр, который хотим применить к фотографии, а также интенсивность, с которой этот фильтр будет применяться к нашей с вами фотографии. Далее идут настройки фотографии, перейдем в них и здесь можем отрегулировать экспозицию. Все так же настраивается свайпами, далее идет резкость и, собственно говоря, последняя, это насыщенность. И уже после можем обрезать эту фотографию. И, собственно говоря, далее можем сохранить эту фотографию или расширить в социальные сети. Редакторы бесплатные, называется Lightly. Следующая игра весьма долгожданная в App Store, называется она World of Tanks и давайте перейдем в бой. Собственно говоря, игра нам ищет сама соперника и после мы готовы к сражению. Выходим на карту, на какую-то территорию и ищем или захватываем базу. И после этого, конечно же, нужно не умереть и перемочить все танки. Вот о чем я вам расскажу, я думаю, многие из вас играют в World of Tanks на ваших компьютерах. Вот, наконец-таки, World of Tanks пришли на iPad и iOS в частности. Можно даже на iPhone поиграть. В игре очень много танков, их более 90. Разделены они по трем странам. Это США, СССР и Германия. И здесь нам предстоит ездить на этих танках, совершенствовать их, докупать улучшения и открывать новые танки. Графика в этой игре просто потрясающая, как и саундтрек. И, в общем-то, эта игра действительно потрясающая. Она пока что доступна только в некоторых европейских странах, в частности в Дании. По всему миру выйдет чуть позже. Игра называется World of Tanks. Следующая игра называется Castle Stone. Давайте перейдем в эту игру. И это просто офигенная игра, ребята. Она действительно очень крутая. Она тем более бесплатная в App Store. Смысл очень прост. Мы должны забрать наш флаг из рук наших соперников и после разрушить замок. Соответственно, будем сражаться как за рыцарей, так и просто за целый замок. То есть это лучники, будем метать камни по замку. То есть это все будет разрушаться. В общем, в этой игре все красиво, все очень круто. Еще и все бесплатно. Имеются усовершенствования, которые, понятно, и не перчесть, потому что игра бесплатная. Но, однако, можно эти усовершенствования купить бесплатно, заработав бесплатные монетки. Все здесь бодро разрушается. Хороший саундтрек, хорошая графика. Как я уже сказал, игра бесплатная. То есть всем вам советую попробовать поиграть в эту игру. Игра называется Castle Storm. Следующая игра называется SRT Trials. Перейдем в игру. И в этой игре мы будем ехать на машине, убивать зомби и делать трюки. В общем-то управление очень простое. Вперед-назад, крутиться в разные стороны и кнопка стрелять, чтобы мы могли сами убивать зомби. Соответственно, в этой игре, ну, в принципе, делать есть, что она, в принципе, веселая. Она еще и бесплатная. То есть, в принципе, скачать можно и поиграть тоже можно. Там же решать и вам. Соответственно, мы должны убивать всех зомби, чтобы они нас не тормозили и добраться до финиша. Игра называется SRT Trials. И последняя на сегодня игра называется она Soul Scalibur. Перейдем в игру и это карточный файтинг. У нас есть карточки, которые мы должны подставлять в слот. И, соответственно, наш герой будет что-то делать. Однако, в этой игре есть вечный туториал, который будет вам рассказывать, что, как, к чему. Это уже хрен знает какой уровень, а все равно я наблюдаю этот туториал, как его выключить, черт кто знает. В меню все наляпано, но это, наверное, один из минусов этой игры. Так-то играть весело, подстрелять карточки и подбирать их как оборонительные, так и атакующие карточки довольно-таки интересно. Игра называется Soul Scalibur. Ну что же, на этом все. Это был 64-й эпизод обзора игр и приложений для iPhone Apple Touch и iPad. Если скачаете хоть одну из этих игр, то ставьте палец вверх, это у нас как всегда. На этом все, с вами был Плоттем. Подписывайся на канал, если тут впервые. Не забывай о яблочках, ставь палец вверх. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok